О том, как отметили главный праздник в районах республики, далее. В Алатаре 9 мая возле обелиска воинам-землякам, погибшим в годы войны, состоялся памятный митинг. А на площади перед зданием администрации города парад юно-армейцев. И, конечно, по главной улице Алатаря прошел бессмертный полк. С каждым годом желающих пройтись в едином строю становится все больше. В этом году в акции приняли участие 2,5 тысячи алатарцев. День победы для канажцев начался с возложения цветов к братским могилам умерших в госпиталях. А на центральной площади Канаша состоялся торжественный митинг. В памяти павших будем достойны. Торжественным маршем прошли колонны подразделений юно-армейцев учебных заведений города. Следом за ними на площадь вышел бессмертный полк. В Шумерле накануне Дня Победы прошел четвертый по счету республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований. Здесь собрались более 440 участников со всей Чувашии. Кадеты исполняли строевые песни, разбирали и собирали автомат Калашникова, показывали свои знания о истории русского воинства, соревновались в ловкости, силе и выносливости. Победителем смотра конкурса «Салют Победы» жюри признала команду из Маргаушской средней школы. Вместе с кубком, дипломом и подарком ей вручили переходящий приз от сынов Отечества – меч. А это значит, что маргаушцы представят Чувашию на всероссийском смотре-конкурсе в Москве.